В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Тарифы на отопление в поселке Строители удивили местных жителей. 80 лет назад был прочитан первый прогноз погоды. Рязанский троллейбус устроил фейерверк. Снегопадами, которые прошли в конце той недели, сюрпризы погоды не закончились. Рязань была вновь атакована непогодой. Регион накрыл ледяной дождь. С большими неприятностями столкнулись утра пешеходы. Бульвары буквально покрылись ледяной коркой. В результате ледяного зажня в Рязани тротуары превратились в ледяной каток. С утра в интернете появились видео и фото ледяного утра в Рязани. Пешеходы могли смело надевать коньки. Поверхность тротуаров и дорог заставляла скользить не только на поворотах, спусках и наклонах. Упасть можно было на ровном месте. Не в лучшей ситуации оказались автомобилисты. Те, кто не оставил машину в теплом гараже, утром боролись с последствиями погодных явлений. Корка льда по всему автомобилю привела многих к иронии над своим положением. В результате дождя на машинах образовались двойные стекла. Проблемы решались по-разному. Другие люди как минимум 30 минут тратили на то, чтобы методично очистить от льда свою машину. Сами при этом чуть не превращались в экспонаты на выставке ледяных фигур. С неба продолжал капать холодный дождь. Неудивительно, если многие в этот день опоздали на работу. Какие сюрпризы горожанам принесет следующее утро? Увидим завтра. Зима уже наступает на пятки осени. Так что будьте готовы ко всему. Хочу также обратить внимание, особое внимание, опять же это касается жилой инспекции, касается глава администрации городов района. Особое внимание обратить на работу управляющей компании во дворах. Потому что стоит это дело запустить, как только мороз ударит и остаются вот эти наледи незачищенные, все это считается всю зиму до весны. От ледяного плена страдают не только горожане, но и линия электропередач. Так рязанцы засняли на видео, как с огоньком троллейбус 17 маршрута разбрасывал фонтан и искр. Вероятная причина такого фейерверка – обледенение проводов. Те, кто не устоял в танцах на льду – первооткрыватели сезона гололеда. Когда наступает холода, количество ушибов, переломов и вывихов резко растет. Чтобы сохранить баланс на скользких дорожках, нужно прежде всего обратить внимание на свою обувь. Знает, как выбрать подходящую для такой погоды Артем Бухвалов. Медицинская статистика говорит о том, что в начале зимнего периода люди оказываются не готовыми к таким капризам природы, как гололед. И это касается не только беззаботных автолюбителей, которые откладывают смену шин на последний момент. Пешеходам также необходимо заранее подготовиться к этому времени года. Бурлаков Михаил Викторович – мастер со стажем более 20 лет. Он один из тех, кто знает, как нужно это делать. Клиентов много. Обычно это скользкая обувь. То есть меняют профилактику, ну или просто ставят на обувь профилактические подметки и нескользкие набойки. Чтобы ваша обувь служила вам как можно дольше, не забывайте за ней ухаживать. И тут есть важный совет. Не ставьте ее на батарею. Все отклейки подошвы происходят после того, как люди горячую обувь одевают, с батареи снимают, и она отклеивается именно после этого. А если вы все-таки сделали это и ваши сапоги расклеились, не волнуйтесь, все можно исправить. Подошвы приходят много, но в основном ее меняют не из-за того, что она не нравится, а больше, конечно, просто они лопаются. И дать новую жизнь своим любимым ботинкам. Человек хочет в летних ботинках, в осенних, ходить зимой. Вот я ему буду ставить профилактическую подметку. Она и не скользкая, и носится хорошо. Наши граждане смекалисты. Вот и против гололеда есть народные средства. Мажут клеем и посыпают обычным речным песком. И, в принципе, говорят, хватает и очень здорово не скользит. При покупке зимней обуви обратите внимание на рисунок подошвы. Если вы зиму покупаете, чтобы хоть протектор был, ну хотя бы не скользкий и с какими-то шипами, квадратиками. А в некоторых случаях и на цвет. Материалы не скользящие обычно с желтого цвета идут. Вот, они более каучуковые, то есть там, то есть он сам по себе, даже не обязательно рисунок, но они сами по себе не скользят. Также следите за тем, чтобы подошва у новых ботинок не была облегченной. И, как сказал герой одного очень известного фильма, готовьтесь, зима близко. Погода на этой неделе – тема для обсуждений. Несмотря на неудобства, которые она доставляет рязанцам, люди не падают духом и придумывают разные шутки. Кстати, 80 лет назад в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды. Поэтому случай о погоде всерьез и не очень расскажет Наталья Новикова. Поговаривают, будто в небесную канцелярию завезли новое погодное оборудование и теперь его тестят по полной. Ну-ка, выкрути снег на максимум, а теперь попробуй выставить на минусовую температуру и задай ливень сильный. Так, а теперь наоборот плюс три и метель. Ничего себе, какой эффект. И это на ноябрьских настройках. В общем, главное не унывать и не принимать близко к сердцу капризы погоды. Ну а синоптики обещают, что 12 месяцев все-таки прекратят чудить и природа определится со временем года. Начиная с субботы, она начнет настраиваться на зимний лад. В субботу 12 ноября все еще под влиянием южного циклона ожидается улучшенная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, местами порывистый ветер и слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха и ночью и днем отрицательная. Минус один, минус шесть градусов. В воскресенье-понедельник циклон переместится на север и заполнится. Поэтому снега станет меньше. Он будет идти лишь местами. А вот температура воздуха еще понизится. В воскресенье ночью в Рязани минус пять, минус семь, днем минус два, минус четыре. В понедельник ночью минус семь, минус девять. Днем также от двух до четырех градусов мороза. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Начиная со вторника еще похолодает. Зато осадки практически прекратятся. А вот 15-18 ноября погода области будет определять антициклон. Поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью опустится до минус десяти, минус пятнадцати градусов по области. Днем всего лишь минус три, минус восемь. И на отдельных участках дорог также сохраняется гололедица. Так что будьте аккуратнее на дорогах, одевайтесь теплее, не забывайте про горячий чай и согревать друг друга хорошим настроением. С падением отметки столбика термометра ниже нуля градусов прохладнее становится не только на улице, но и в некоторых квартирах жителей города. Так вышло, что последствия после взрыва газа в доме в осеннем переулке отразились и на тех, кто живет по соседству. В многоэтажке напротив люди страдают от перебоев с подачей тепла. Ведь теперь их котельно обслуживает вместо двух высоток четыре и попросту не справляется. Далее Галина Ершова. Видите, у нас трубы, мы живем наверху и они у нас вечером бывают комнатные. Когда вот помыть голову ребенку, мы духовку включаем, греемся и у нас еще маленький обогреватель. Мы там в ванной взрослые идут, хотя полоскнутся. В домах номер 38 и 38 корпус 1 на 2-й железнодорожной улице две недели перебоя с отоплением. Сначала его не было совсем, на этой неделе трубы стали теплеть, но до привычных горячих пока далеко. Квартира Марии Константиновны находится на 11 этаже. Отопление в доме идет сверху вниз, но здесь все равно холодно. Однако Мария переживает не за себя. В квартире вместе с ней живут пятилетний ребенок и беременная внучка, которые каждую минуту рискуют заболеть. Они сказали, что они замеряли батарею, там получается 32,7, что ниже температуры тела. Такого не должно быть, в принципе. Это была тепловая инспекция. А диспетчеры, которые в тепловой сети, нам отвечают 18-20. Да, норма. Да, это норма у вас. А вы как хотите, мерзнете. Ситуация с домом – это не авария на станции и не плановое отключение. Дело в том, что дом находится в 100 метрах от здания на первом осеннем переулке, где 24 октября прогремел взрыв бытового газа. В результате взрыва была разрушена котельная, обслуживающая два дома. За сутки сотрудники тепловых сетей подключили эти дома к котельной соседних домов, сделав врезку в трубу. Однако в спешке не рассчитали диаметр. Им сдали большие диаметры трубы, а наши, которые старенькие и рассчитаны котельные на два этих дома, трубы не справляются с давлением, которое необходимо дать на наши квартиры. Они сказали, что у этого дома есть элеватор, а у нас этого нет. И в любом случае у нас уже так не будет, как у нас было. А мы хотим, как у нас было. В результате в домах на осеннем переулке тепло появилось, а из соседних домов ушло. Сотрудники теплосетей признали свою ошибку и пообещали исправить. Но делать этого не спешат. Возмущенные жители пытались добиться справедливости уже более двух недель. Я сразу начала названивать службы. Вот, ЖКО. Теплосеть. 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 Все мы звонили. Да, и они нам объясняли, ой, потерпите, работы идут, сейчас давление дадим, у вас потеплеет. Ну ладно, хорошо, говорят. За ночь, говорят, сейчас давление дадим. Мы ждем, встаем утром, у нас никакого давления, опять служба. И так всю неделю мы звонили. Потом потерпите, три выходных мы тоже терпели. Ситуация обещания исправить в четверг. И тепло в квартирах действительно появилось. Уже переврезки все выпнули, сейчас теплоснабжение уже нормализуется. Однако радовались жильцы недолго. Утром и днем батареи действительно горячие. А вот вечером и ночью становятся чуть теплыми. Жители домов надеются, что до прихода минусовых температур ситуация стабилизируется. И в их квартирах вновь станет так же уютно, как раньше. После взрывов в Рязани и Иваново политики заявили о необходимости срочной проверки газового оборудования во всех многоквартирных домах страны. Но такие проверки происходят регулярно и являются плановыми. На одной побывал и наш корреспондент. В доме номер 22 на улице Зубковой представители газовой службы попали не во все квартиры, впрочем, как всегда. Это несмотря на то, что работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всегда выполняются в соответствии с графиком, расписанным на ближайший месяц. Он появляется на официальном сайте Горгаза за 20 дней до начала планируемого месяца. Информируется и управляющая компания дома, а также неоднократно вывешиваются объявления на подъездах с конкретной датой проверки. Бывают разные семейные обстоятельства жильцов, понять которые могут и представители газовой службы. Мы на следующие дни организуем повторные обходы и в почтовые ящики каждому собственнику мы направляем записку, что завтра повторно проводятся эти мероприятия и обозначаем время. То же самое с 9 до 17 часов. Помимо этого мы оставляем телефоны и готовы в любое удобное время для собственников провести такие работы. То есть в виде звонка индивидуального, независимо от того, что полгода назад или в большее время эти работы были закончены на данном доме. Соответственно, мы готовы в любой момент прийти, понимаем, что такие ситуации жизненные имеют место быть. Несмотря на череду взрывов бытового газа в жилых домах, которая принеслась по России за прошедший месяц, в Рязани, Иваново, Тюменской области не все жители нашего города спешат открывать двери газовщикам. Иногда рязанцев приходится подолгу убеждать. В тех же подъездах, где висят объявления о предстоящей проверке, рядом красуются предупреждения о возможных мошенниках, выдающих себя за газовщиков. Люди напуганы. Любой собственник жилья, который усомнился в том, что это работник Горгаза, может позвонить в кадровую службу АО «Рязань Горгаз», ему скажут, что действительно работы проводятся и является ли данное лицо, которое представилось работником Горгаза, таковым. Возможно, недоверием можно объяснить тот факт, что с марта по сентябрь в Рязани было незаконно установлено газовое оборудование на шести адресах, включая газовые водонагреватели. В этом случае люди часто путают водопроводные и газовые трубы, что приводит к залитию водой последних. Виновники несут расходы, которые идут на устранение нарушений. Непонятно, что ими двигало, хотя в договоре на технической обслуживании сказано, что все заявочные ремонты проводят организации, с которой заключен договор. И мы ждем их звонков для того, чтобы все эти работы выполнить квалифицированно. С другой стороны, за прошедшие две недели многие рязанцы бросают свои дела и спешат заключить договор с Горгазом, чтобы проверить оборудование в квартирах. Участились случаи звонков и тех, с кем договор уже существовал. Плановая проверка газового оборудования по стандарту происходит в каждой квартире раз в три года. Это как техосмотр автомобиля, так же необходимо и важно. Объявление наше видели. Мы делаем профилактику в вашем доме, профилактика платная с 300 рублей. Делаем, да? Замечательно. Для того, чтобы оборудование работало исправно, газовщики проверяют целостность газопроводов в соответствии их проектному решению, наличие доступа к оборудованию в квартирах и подъездах, осуществляется проверка герметичности газопроводов и запорных устройств, разборка и смазка кранов, плиты, прочистка горелок, проверка на утечки и многое другое. 300 рублей за такой техосмотр не так сильно ударят по карману, как ликвидация последствий взрыва газа. Раз в три года нужно отпроситься с работы, чтобы уделить один день важному событию. Все, что требуется от рязанцев. И напомним, при любом подозрении на утечку газа или при его запахе звоните в круглосуточную экстренную службу по единому номеру 04. Жители поселка Строители негодуют. В новом сезоне тарифы на отопление в малоэтажных старых домах поселка повысили более чем на 50%. При том, что официальная статистика гласит, в среднем по региону коэффициент повышения цен составляет 4,5. Как считают местные жители, оснований для такого роста платежей нет. Где искать справедливость, разбиралась Галина Ершова. Осень для жителей поселка Строитель началась с плохих новостей. Тарифы на отопление выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причем изменения коснулись не всех. Вот трехэтажный дом, отопление повысилось на 300 рублей. Я звоню в Дашкову песочную, дом 73-го года ни на копейки не повысилось. А нам больше тысячи в двухэтажках. Было 3 тысячи 10, стало 4 тысячи 420. А в городе увеличился только тариф. А у нас увеличился тариф и еще норматив употребления. Так как считают, что это старые у нас дома. В целом по Рязани тариф на коммунальные услуги со второй половины года увеличился на 4,4%. Но для домов, в которых не установлены приборы учета отопления, действуют дополнительные повышающие коэффициенты. С 1 июля 2016 года это 1,5. А с 2017 года коэффициент составит 1,6. То есть люди заплатят на 60% больше. Мы уже всю пенсию отдаем на отопление. Как повысилось отопление. У нас не хватает уже ни на лекарства, ни на питание, ни оплату детских садов. Ни на что не хватает. Наталья Полунина живет в двухэтажном доме 1953 года постройки. Чтобы снизить цену за отопление, ей достаточно установить коллективный или индивидуальный счетчик. Его показания точно будут меньше, чем официальный тариф. Если для установки счетчика нет технической возможности, то специалист должен выдать соответствующее заключение. На его основании повышающий коэффициент отменят, и цена вернется на прежний уровень. Однако пенсионерка и инициативная группа и жители двухэтажных домов уже несколько недель не могут добиться объяснений происходящего от управляющей компании или ЖЭУ. Не говоря уже о поиске вариантов для дальнейших действий. Официально они никакого ответа не дают. Они отсылают в теплосеть. В течение трех дней я дозвониться не смог в теплосеть. Вот платежку берешь, там номер телефона. Они или не берут, или заняты, не берут, или заняты. А люди, которые дозвонят, всех отсылают к президентам. Космические цены на тепло – только половина проблемы. За отопление люди платят, а тепла дома не видят. Трубы весь сезон остаются чуть теплыми. Жители поселка писали в местную администрацию, приглашали проверяющие органы, отправили жалобу в прокуратуру. Но справедливости пока не добились. Они нам включают отопление. Буквально за 20 минут, за полчаса набирается температура. 18-20, так, переходящие в комнатах. Они бегают с этими градусниками. Все в порядке? Ну и все. До свидания. Опять уходят? Опять все холодно. Выходные все отключают. В пятницу уже после пяти. Отопление вообще в квартире. Прямо хоть проверяй, приходите. Сегодня на улице плюс 2 градуса. Однако в квартирах трубы чуть теплые. К ним легко можно прикасаться голыми руками. Такая же ситуация и с трубами, которые подходят к дому. Их две. Одна отвечает за ввод тепла, другая за вывод. Но они практически одинаково холодные. В редких местах теплотрассы мы смогли почувствовать действительно согревающий участок. Я лично звонил в администрацию городскую. Мне ответили технический отдел. Чтобы приехала комиссия и теплодачу замерили. Сколько у нас потребление идет на обратку и сколько на подачу. Ни ответа, ни привет. Сколько они лежат, трубы голые. Я уже тепло думаю, да, обратка нет. И та тепленькая, и та тепленькая чуть-чуть. Где тепло будет? Изоляция теплотрассы нарушена практически во всем районе. Степень повреждения разная. От одного метра до десятков. По голой, неукутанной трубе тепло должно идти в квартиры домов, больницу и спортивную школу. На деле оно согревает только улицу. На этом фоне повышение платы за отопление выглядит чьей-то злой шуткой. И в реальность происходящего люди верят с трудом. Ведь платить по новым тарифам обычным рязанским пенсионерам просто не по карману. Масштабная проблема нашей страны – дороги. Каждый день здесь гибнут люди. И даже пешеходные переходы не становятся местом, где безопасно. Те зебры, где нет светофора, не загорается зеленый человечек и вовсе места особо опасные как для автолюбителей, так и для пешеходов. В связи с этим в городе запустили проект, который призван обратить внимание на нерегулируемые пешеходные переходы всех участников дорожного движения. Мигающий желтый светодиодный светофор Т7, работающий на солнечных батареях. Такое средство предупреждения водителей появилось на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах города, преимущественно рядом со школами для безопасности самых любознательных и озорных членов общества. А также удобство всех участников дорожного движения. Для оборудования перехода около 43-й школы потребовалось почти 400 тысяч рублей. В стоимость входит нанесение разметки, удаление пней и деревьев и многое другое. Там мы сделали две искусственных неровности, ограждение пешеходное устанавливается, то есть это один погонный метр, 2500 рублей ограждение. Ну, где-то порядка 200 тысяч стоит именно вот этот светофор Т7. То есть в эту стоимость входят опоры, кронштейны над прежней частью, солнечные батареи, аккумулятор, ну и дорожные знаки вот эти с лампочками. В Рязани уже есть семь таких пешеходных переходов. Проект по их установке был запущен в прошлом году. Тогда был установлен один светофор. А уже в 2016-м появилось шесть таких предупреждающих объектов. Так что можно говорить о том, что Рязань делает шаг в будущее, внедряя передовой опыт. Светофоры Т7 очень независимые объекты не требуют платы за электроэнергию. Они удобны тем, что их не нужно подключать к электрическим сетям, частным домам, к магазинам. Из этого вытекает, что пешеходные переходы по таким технологиям можно оборудовать где угодно. Поэтому в рамках организации безопасности дорожного движения они появляются и на опасных участках дорог, в местах концентрации ДТП. У нас, например, на Рязьском шоссе, Химволакно, там было очень много случаев наездов на пешеходов, в том числе и со смертельным исходом. И мы там в первую очередь в том году поставили такой светофор. Вот, насколько мне известно, в этом году там не было у нас несчастных случаев, связанных с этим. И пусть проект пока находится в тестовом режиме, можно говорить о том, что он уже приносит свои плоды. За год Дирекция по благоустройству города опытным путем выявила, какой мощностью должен обладать аккумулятор светофора, чтобы светодиоды продолжали мигать всю ночь. В изначальном варианте объема батареи не хватало. Следующим преобразованием светофоров Т-7 станет появление на самих знаках пешеходных переходов новых маленьких лампочек. По четыре на каждый в углах дорожных знаков. Это будет сделано для того, чтобы еще больше обратить внимание водителей на пешеходов и привлечь их к бдительности на дороге. Ноябрь – это не только последний месяц осени, но и время, когда надо платить налоги. До 1 декабря все россияне должны заплатить три, один из которых – имущественный. Сейчас работа налоговиков идет в штатном режиме. Однако они просят рязанцев с пониманием отнестись к ситуациям, когда возникают сбои или ошибки. В одном случае, например, могут не учесть льготы, а в другом – выставить некорректную сумму. В любом случае, прежде всего, нужно обратиться в налоговую службу. В этом году налог на недвижимость по кадастровой стоимости придется заплатить жителям 28 регионов, в том числе и Рязанской области. Чем выше стоимость квартиры, тем больше ставка налога. Не платить налог можно лишь льготникам. Это инвалиды, ряд военнослужащих, их семьи – пенсионеры. Но только если у них в собственности одна квартира или дача за вторую и третью уже придется заплатить. Пенсионер, который у нас является льготной категорией, имеет две квартиры, жилой дом и гараж, будет освобождаться от уплаты налога за одну квартиру, при этом сохранит полностью льготу по жилому дому и, соответственно, гаражу. То есть вот такой порядок у нас уплаты в 2016 году за, еще раз напомню, 2015 год. Прежних цифр рязанцев в своих квитанциях больше не увидят. С этого года налог на недвижимость рассчитывается по-новому. Раньше дома-квартиры оценивались по инвентаризации, то есть брались в расчет только стены. Получалась сумма небольшая, сотня-две не больше. Нынешние платежки учитывают не только стены дома, но и где этот самый дом расположен. Оценка по кадастро максимально приближена к рыночной стоимости. Установлена единая ставка налога на имущество физических лиц – 0,3% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Поэтому сумма налога будет зависеть исключительно исходя из того, какой у нас с вами метраж жилья. Скажем, если это квартира какая-то, пусть она расположена в центре города или она расположена на окраине, это не важно. И, соответственно, от той кадастровой стоимости, которую нам предоставят специализированные органы. Письма счастья в почтовые ящики в этом году придут не всем. Те, у кого в интернете есть кабинет налогоплательщика, получат уведомления по электронке. Впрочем, предупреждают инспекторы, может случиться так, что по какой-то причине платежка вообще не дойдет. Тогда специалисты рекомендуют добропорядочным налогоплательщикам самим прийти в отделение ФНС. Ведь отсутствие квитанции не освобождает от ответственности. Дата в этом году для всех единая. Заплатить нужно до 1 декабря. После этой даты за каждый день будет начисляться пеня. Особую остроту в последние годы приобретает тема взаимоотношений компаний, работающих в сфере услуг связи и жителей многоквартирных домов. Обилие проводов на фасадах жилых зданий затрудняют работы ремонтных бригад. Еще одна проблема связана с обилием инженерных сетей в жилом фонде – эстетическая. Опутанные проводами жилые дома, опоры электролинии во дворах не добавляют красоты областному центру. Как ищутся пути решения этой проблемы, знает Галина Ершова. Каждый человек может выбрать ту компанию по оказанию услуг телевидения, интернета и телефонии, которая ему нравится, и заключить с ней договор. Это сказано в законе о связи. Таким образом, один дом могут обслуживать 5-10 провайдеров. И в большинстве случаев для этого используют воздушные сети. Здесь и начинаются конфликты. Воздушные линии – не единственный, но абсолютно законный метод прокладки коммуникаций. Более того, он согласовывается с администрацией города. Стоит также сказать, что на практике на крышу, за которую все переживают, представители провайдеров выходят лишь один раз, чтобы завести на дом нужный кабель. Само оборудование располагается на техническом этаже. В доме номер 24 по улице Забайкальской в этом году проходит капитальный ремонт кровли. И для собственного спокойствия жители подготовили провайдерам отдельное помещение на первом этаже, куда можно перенести оборудование. А здесь им свободно, они им будут иметь свои ключи, хотят поставить свою сигнализацию. Все, вопросов нет. Хоть все провайдеры города Рязани. Однако провайдеры не спешат этого делать. Во-первых, процедура дорогостоящая. А во-вторых, в законе о связи статья 6 пункт 4 сказано, что при переносе или переустройстве линий связи и сооружений связи, вследствие строительства, расширения территории поселений, капитального ремонта и иных нужд, оператору связи возмещаются расходы, связанные с таким переносом или переустройством. Но чаще всего жилищные службы поступают совсем по-другому. Значит, мы им пишем письма, они на них не реагируют, мы начинаем какие-то другие действия предпринимать. Если, допустим, мы видим, что есть возможность, не нарушая законодательство, просто обрезаем эти все линии. Кабель банально перерезается. Ну, кому-то он как бы помешал, его взяли и перерезали. Без связи осталось полурайона. Кто за это несет ответственность? На практике получается так, что операторы восстанавливают свои сети после проведения капремонта за свой счет. Таким образом, круг замыкается. Администрация города не хочет компенсировать затраты провайдеров и решать вопрос. Люди рискуют на неопределенный срок остаться без интернета, телевидения или телефонии. А провайдеры вынуждены тратить деньги на проведение бесконечных ремонтов. Ведь в большинстве домов Рязани и области использовать другой метод прокладки коммуникаций просто невозможно. Сейчас решить вопрос пытаются на законодательном уровне. На четкого законопроекта пока нет. Мы следим за ситуацией и будем держать вас в курсе ее развития. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте. гор62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова